Фонд Истории Отечества Финансовая поддержка оказывается на конкурсной основе. Итоги конкурсов фонда подводятся по результатам профессиональной экспертизы. Заявку может подать любое российское юридическое лицо. Приоритетную тематику ежегодно определяет Совет фонда. Сегодня поддержанные проекты реализованы уже в трети регионов во всех федеральных округах. В крупнейших российских университетах при поддержке фонда состоялись конференции с широким международным участием. На российских и зарубежных площадках прошли двусторонние круглые столы и конференции. Кроме того, Фонд Истории Отечества – постоянный участник Восточного экономического форума. Поддержку фонда на проведение выставок получают музеи, архивы, библиотеки всех уровней – от федерального до муниципального. Выставки регулярно проходят в Доме Российского исторического общества, открываются в российских научно-культурных центрах и на других площадках даже в Совете Европы. Один из крупнейших проектов – серия историко-документальных выставок «Путь к победе. Исторические источники свидетельствуют». Они проводятся в странах Европы, которые в 1944-1945 годах Красная Армия освободила от нацистской оккупации. Представленные на выставках документы доступны на историко-просветительском портале фонда. Для каждой страны подобраны архивные источники об освобождении именно ее территории. Уже состоялись открытия в Болгарии, Румынии, Польше и Словакии. Они вызвали огромный интерес. При поддержке фонда опубликованы десятки монографий, научно-справочных изданий, фото документов, мемуаров, сборников документов. В соответствии с поручением правительства фонд принимает участие в подготовке 20-томного издания «История России». Ведется работа над трехтомной монографией «История Севастополя». Поддержано производство 39 фильмов исторической тематики. Среди них фильм об истории единственного успешного восстания узников лагеря смерти, осуществленный под руководством советского офицера Александра Печерского, кинолента «Собибор». Поддержку также получил показанный на телеканале «Россия-24» фильм «Первый атом». Его презентация прошла в Курчатовском институте на круглом столе, посвященном истории советского атомного проекта. В помощь учителям истории и школьникам выходят видеоролики, разъясняющие трудные вопросы российской истории. Конкурс педагогического мастерства «История в школе. Традиции. Инновации» проводится ежегодно. Участие в нем может принять педагог из любого региона России. В каждом из восьми федеральных округов определяется по три победителя, между которыми распределяются призовые места. Таким образом, ежегодно победителями конкурса становятся 24 учителя со всей страны. С согласия победителей фонд рассматривает их в качестве своих экспертов и приглашает к участию в проектах. В конкурсе среди краеведов, работающих с молодежью, участвуют общественные деятели и педагоги. Конкурсный отбор заявок проводит отделение Российского исторического общества. Победителей двух конкурсов ежегодно награждают в Москве Сергей Евгеньевич Нарышкин и Ольга Юрьевна Васильева. В конкурсе «История России в стихах» дети от 4 до 18 лет соревнуются в чтении стихотворений отечественных авторов, посвященных нашей истории. Многие конкурсанты получили возможность прочитать стихи в рамках книжного фестиваля «Красная площадь», в том числе с главной сценой. Во всероссийском конкурсе исследовательских работ школьников «История семьи. История Отечества» участвуют учащиеся 9-11 классов. Они должны соотнести яркие страницы семейной истории со значимыми событиями прошлого нашей страны. По результатам конкурсов фонд поддержал проведение 20 археологических школ для молодежи, в том числе с международным участием. В экспедициях приняли участие сотни учащихся из России и других государств. За три года историко-просветительскому порталу удалось сформировать собственную аудиторию и постоянно наращивать ее за счет размещения как новостей исторического сообщества, так и архивных источников, видеоконтента и спецпроектов. Фонд не гонится за цифрами, но фиксирует растущий интерес к публикуемым материалам. Ведется видеолетопись истории фонда, профессиональные репортажи о многих мероприятиях можно посмотреть на портале. Здесь же размещен ряд поддержанных фильмов. Документы после опубликования в печатных изданиях быстро становятся библиографической редкостью. Публикация в электронной библиотеке исторических документов делает доступными читателям результаты труда многих авторов и редакторов. К настоящему моменту количество документов приближается к 100 тысячам. Проект «Цифровое средневековье» позволяет проследить в исторической динамике изменения границ и внутреннего устройства политических, административных и церковных единиц. В 2019 году фонд запустил социальную рекламу на улицах Москвы, которая напоминает жителям города об исторических юбилеях и рассказывает о важных событиях в профессиональном сообществе. Ежеквартальный вестник Воронцового поля издается тиражом 1 тысячи экземпляров. К настоящему моменту выпущено 9 номеров. Они доступны на историко-просветительском портале. Также можно оформить подписку в любом отделении Почты России. Поздравляем с наступающим Новым годом!